30 лет, 30 лет вы сами знаете, это и юность, это и зрелость, это и мудрость. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 30 лет назад в только что открытый дом ребенка из Давыдовки привезли 56 тяжелобольных детей. В учреждении на тот момент было два воспитателя-докладовщица. Не хватало кроваток, не было молочных бутылочек и постельного белья. Сотрудники ездили в прачечную на санках, ходили в магазин за хлебом, а медицинские сестры готовили еду. Женщины сутками не выходили из дома ребенка. Так подбирался коллектив. Некоторые приходили и уходили сразу, даже не дождавшись незаработной платы ни конца рабочего дня. А вот мы, кто пришел, тот и остался. Вот у нас почти 60% тех людей, которые пришли с 1 октября 1986 года. Вот сначала-то действительно пришли, было страшно, да? Было это самое, было море слез. А потом-то уже жалко стало детей. Вот, потом уже жалко стало. Думаю, тоже их будет уже жалеть-то так. Думаю, если не я, то кто, как говорится. Вот потом стало жалко. Они же были такие хорошие тогда, ходячих много было очень. Они все тогда понимали. И бабушка, и мама кричали. И на самом деле было потом жалко. В Самаре до недавнего времени было 3 дома ребенка. Но на долю малютки выпало самое большое количество проблем. Пришлось бороться за здание, за сохранение коллектива, строить прачечную, да много чего еще. Ну и дети. Вы знаете, самые тяжелые, самые трудные дети, это здесь. Я вот сейчас сидела, смотрела на них, понимаете. Им надо дать больше, чем ребенку, который находится в других домах. Ребенка, это там тоже есть проблемы, конечно, у детей. Но не такие тяжелые. Дети с тяжелой патологией, ДЦП, болезнью Дауна, не просто живут в малютке до 4 лет. Им здесь помогают справляться с недугом, корректируют дефекты развития и готовят к дальнейшей жизни. Благодаря самоотверженной работе медиков, воспитателей, педагогов, 69 детей вернулись в родные семьи. Некоторые дети приходят, они же есть не умеют, мы их кормим через зонт. Двух-трех детей в этом году нам удалось снять с зонта. То есть они стали есть самостоятельно. Это же большое достижение. Родители обрадовались, сказали, если они будут у нас есть самостоятельно, да еще и сядут, да вдруг еще и пойдут, то, конечно, мы их заберем в семью. Потому что и родителям тоже тяжело иметь больного, тяжелого ребенка. А надо, чтобы ребенок этот нормально жил и рос. Большинство воспитанников малютки после четырех лет переводят в пансионаты и детские дома. Это огромная боль для тех, кто их растил. Судьбы малышей сотрудники отслеживают, навещают их, возят подарки. И все-таки более ста детей за эти годы нашли приемных родителей. И каждый раз деток провожают в семью очень ответственно. Мы привязаны к этим детям. Даже если он у нас год всего побыл, мы очень привязаны к ребенку, ко всем детям. И нам не все равно, кому мы отдаем этих детей. Мы присматриваемся к родителям обязательно. Вот. Вот у нас очень хороший юрисконсульт. Она все бумаги, все проверит обязательно. Вот. Я думаю. И я знаю это даже. Вот. А девочки, они даже подсчитывают, сколько раз пришел, сколько раз пообщался, сколько раз родитель, потенциальный родитель взял на руки. Профессиональное выгорание сегодня касается массы профессий. Таких, где позабыт нормированный рабочий день. Ситуация нестабильная. И люди работают гораздо больше, чем это полезно им и их семьям. А здесь ежедневная работа мамой. С детьми, многие из которых никогда не поправятся. Коллектив малютки сильно удивил одного известного психолога отсутствием этого самого эмоционального выгорания. Как семья. Вот дом плакал, например. Вот. Муж говорил, уходи. Не можешь, уходи. Вот. Ну, а потом уже привыкла. Наши именины. Отношение общества к сиротским учреждениям сильно изменилось за эти годы. Сегодня уже есть много организаций, готовых помогать с решением материальных проблем. Есть и просто желающие ухаживать за малышами. Однако малютка учреждение специализированное. Визиты посторонних людей часто опасны для воспитанников. Накормить ребенка через зонт я могу доверить только медсестре, обученной медсестре, медсестре с высшей категории. Просто так волонтеры это не сможет сделать, потому что родители, кровная мать не может накормить своего ребенка. Ребенка сюда помещают из-за этого. А я волонтерам такое доверить не могу. Потом у некоторых детей, вот у 12 детей у нас из дома ребенка, сейчас у нас 31 ребенок, у 12 детей судорожный синдром. Судорожный синдром это такая вещь, которая может возникнуть в любой момент. Вот. И поэтому, конечно, точно так же только наш обученный персонал работает. Работа в малютке по силам не каждому. Это, наверное, и не работа, а стиль, образ жизни, совершенно другой взгляд на привычные вещи, другое мышление. Случайные люди здесь просто не задерживаются, остаются те самые. У нас есть и мама, и дочки. У нас есть и сноха, и свекровь. У нас есть и двоюродные сестры, и родные сестры. Нас так много. И у нас такой дружный коллектив. Вы себе не представляете. Подставляйте, мадон, я насыплю вам счастье. Мать, есть источник бездома, дождь, грозу и ненастья. Я насыплю вам счастье, сколько вы захотите. День рождения кто-то назвал грустным праздником. Для сотрудников малютки в этом есть истина. Только они никому не рассказывают о том, что же стоит за этим ежедневным, часто рутинным, еще чаще непомерно тяжелым трудом. Мечта? Минутку. Я объясню, почему. Мы делали для сотрудников праздник. Он у нас уже прошел. Мы посчитали. У нас только за пять лет нет шестерых сотрудников. Вот. Не умею я говорить. У меня, наверное, мечта, чтобы дети были здоровы. Это моя мечта, чтобы были сотрудники. Все живы и здоровы. Вот. Наверное, в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok